здравствуйте дорогие друзья сегодня мы будем делать букет из ливи очень хорошо пахнут но конечно не всем это нравится поэтому когда будете дарить букет из ливи надо заранее выяснить запах тот человек который вы будете преподносить я буду делать букет из лилий круглый а потом сделаю еще в виде ляльки сначала мы убираем лишние листья или с такой еще хризантемы я не профессионал поэтому просьба не судить строго я думаю что кто захочет тот может тоже заняться изготовлением таких букетов потому что работать с цветами очень и очень приятно это повышает настроение я думаю любая девушка захочет попробовать себя в этом деле в работе с букетами с цветами живыми смотрите лилии мы убираем лишние листья не нам не нужны сверху я листья оставлю чтобы чтобы был пышнее наш букет потому что у нас зелени будет не так много вот так вот берем каждую сначала довели ли мы ставим наискосок а третью линия мы ставим тоже под углом это называется спиральная техника вот вы их располагаете по спирали чтобы они вот так вот немножко распадались карта и теперь скрепляем может быть кто-то не скрепляет я хочу и скрепить чтобы удобнее было дальше работать с ними скрепляем его такой простой лентой она очень крепкая это называется флористике простая лента связываем там где они как раз вот составляют вот этот соединение чуть пониже серединке нашего букета мы делаем чтобы они были пышнее распадались даже делать как бы 9 букет на три части и в третьей части вот делает эту связку ставим нашу кустовую хризантему смотрите какая красивая пёстрая хризантема она подходит к этой лилии во первых она ярко яркого оттенка и с белыми кончиками то есть яркий оттенок он оттенит наши лилии и белые кончики они почерпнул сочетание с этими лилиями я хочу сделать круглый букет можно поставить одну кустовую хризантему серединку тоже их набираем спиральной техники ставим чуть пониже смотрим как смотрится наша кустовая хризантема вот даже так букет очень красив можно приставы хризантемы и больше не надо и уже букет очень красивая получается он долго будет стоять там что лилии они долго раскрываются каждый цветок он еще много бутонов они раскроются еще две недели они точно простоят кустовая хризантема тоже долго стоит в букете ее только подрезать постоянно нужно поэтому ценится очень длинная степля потому что вы потихонечку будете подрезать подрезать и у вас он долго будет стоять обновляясь этот этот букет каждый раз не забывайте менять через два-три дня воду особенно если самое теплое время года нужно как можно чаще менять воду вот три столы и хризантемы и зелень добавляем это зелень называется чика добавляем чайку мы оставим как раз где у нас пустовая хризантема такой вот получается яркий букет связываем наш букет простой лентой теперь наш букет почти готов осталось его оформить красивой упаковкой какая лучше оттянет наши цветы и придаст нам какого-то очарование еще розовая упаковка я думаю хорошо сочетается потому что она подходит к наши два белая сетка тоже неплохо смотрится но как-то простовато зеленый сезаль подходит ко всем букетам белый торжественный цвет тоже практически ко всем букетам подходит розовый это не ко всей гамме так красной гамме не подходит допустим если красные цветы то розовый будет неплохо смотреть с красными цветами наш сезаль мы отрежем если у нас метр примерно метра у нас до вы купили метр магазине сезали разрезаем его на 2 разрезаем на 2 и разрезаем эти два кусочка вот так поперек получается у нас 4 кусочка получилась 4 таких кусочка теперь мы берем наш букет и степлер конечно вам еще понадобится для работы немножко здесь на серединку где у нас с вами серединка наш центр где мы все обвязывали цветы вместе и вот так вот немножечко наискосок букета чуть-чуть наискосок и следующие накладываем нахлёст на серединку держа и сюда чтобы они немножечко друг с дружкой вместе были здесь потом скрепим чтобы они не отлетали этот заворачиваем дальше по букету определяем следующие немножечко кончики у сезоля не немножечко закручиваются можно другую сторону класть чтобы они в другую сторону закручивались это тоже будет красиво давайте другую сторону сделаем два пока то там даже наверно вот в эту сторону от букета будет даже лучше вот так а теперь мы скрепляем сезаль степлера сначала мы его связываем опять простой ниткой края скрепляем вот здесь степлером края немножко немного швы тоже можно скрепить вот здесь мне нравится когда упаковка она не собирает цветы в кучу поэтому немножечко можно пониже ее упаковочку убрать чтобы у нас цветы были видны все хорошо немножко подправляем упаковку сюда укручиваем немножко лишнее можно среда упаковка немножечко вот такие уголочки так подровнять чем хороший вкусно сезаль что его можно как хочешь как тебе надо сделать лишний немножечко обрезов и это не будет не за не будет заметно вот так вот и теперь мы тоже закрываем ножку степли мы все выравниваем чтобы они все были по одной длине возьмем кусочек белый такое не просвечивающего материала нашу ножку у меня уже оденемся с вами и красиво можно тканевую ленточку лучше тканевую даже ленточку и золотистые можно золотистую подлиннее пустить будет тоже красиво и золотистую мы пустим сюда еще ленточку на поверх букета есть такая ребенка которая раз раздваивает расстраивает на 2 их разделывает ленточка потоньше становится можно и без этого обойтись немножко проводим чтобы кудри были заливались получше и пускаем поверх букета вот эту ленточку привязываем ее каком-нибудь листику цветочку чтобы она не упала не потерялся наш букет готов сделали самостоятельно Немножечко можно подправить. Вот такой. Мы сделаем еще один букет в виде лялечки. Чем хороши такие букеты? В них цветы располагаются в одной плоскости. И они все видны. И он кажется очень большим, красивым, торжественным. Я взяла гипсофилу. Эта зелень очень популярная. Она служит для заполнения букетов. Очень красиво с ней букеты получаются. Мы их ставим вместе. Одну лилию верхнюю и гипсофилу. Мы вместе ставим. Создание букетов это творческий процесс. Ставим еще одну лилию пониже. У нас тут две лилии. И ставим три кустовых хризантена. Раз. Два. Три. В общем-то, можно и на этом остановиться. Можно так сделать. Можно эту хризантему, одну кустовую, чуть пониже, в серединку прям. А третью вот прям повыше поднять. Чтобы они были раз, два и три. Как бы. Вот они. Вот так будут. Вот этим ярким пятном. Одно яркое пятно. Второе пониже. И третье пониже. И лилии у нас как бы две. Так вот как раз, наверное, лучше. Лучший вариант. Скрепляем наши цветы простой лентой рабочей. Теперь мы скрепили букет. Теперь цветы уже все стоят на месте. Они никуда не денутся. И теперь мы ставим зелень. Зелень мы ставим сзади. Зелень, она тоже будет обрамлять наш букет. И он как-то будет выразительнее смотреться на фоне нашей чики пальмы. Так. Мы ее ставим чуть повыше цветка. Чуть повыше. Чуть-чуть. Сильно высоко тоже не надо. Сильно низко тоже не надо. И ставим еще два листика. Вот так. У нас пышный букет, поэтому мы сзади такое сделаем. Хвостик из чики. Вот так. И тоже связываем букет сразу с зелень. Простой лентой. Сразу выравниваем наши стекли все по одной высоте. А теперь приступаем к упаковке. Полупрозрачная, с яркой такой розовой, малиновой. В цвет обязательно нужно, чтобы сочетался с цветами. Вот такой у нас мы отрезали сантиметров сорок. Преугольник. Уголочек мы делаем. Разрезаем немножечко на трес. Сделаем сантиметров пятнадцать. Теперь вот от этого угла выбираем. В эту руку выбираем нашу. Убираем. Прошли до одного угла. Вывернули. Вывернули. До следующего угла. Вывернули. Все держим в одной руке. Убираем дальше. Все. Такой уголочек у нас получился. Вот такой уголочек. Теперь мы его ставим вперед. И связываем простой лентой. Берем белую сетку. Вывернули. Вот смотрите. Мы отрезали метр нашей сетки. Лучше, чтобы сетка была более жесткая. Можно сетку купить с рюлексом, с золотом. Немножко подгибаем края. Так вот. Сюда нах. Немножко подгибаем. И с этой стороны тоже. Так получается у нас все. Стебли у нас сразу закрыты. Немножечко можно скрепить степлером. Чтобы он не раскрывался. Вот такой букет у нас получился. Немножко подгибаем. Спасибо за внимание. Немножко подгибаем. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»